Всем привет! Меня зовут Фаня Асахарова. И сегодня я буду экспериментировать. Сегодня я буду писать свой первый автопортрет через зеркало. Буду на себя смотреть через зеркало, писать с натуры. И я решила снять видео на эту тему. Вообще я давно хотела так попробовать, но думала снять видео, когда я уже в этом немножко стану сильнее, буду знать, что говорить больше, тогда сниму видео. Но я решила это сделать с первого раза, проговаривать свои мысли, рассказать пару секретиков, советов, как подойти к этой задаче. Так что, надеюсь, видео получится, надеюсь, получится картина. Ну, по крайней мере, это будет ценный опыт. Холст у меня... Я принесла и тюник. Холст у меня, по-моему, 60 на 40. Так, на палитре куча красок. Взяла я дополнительный тюбик белил. Я пишу не в мастерской, поэтому я... В этом смысле немножко тяжеловато, потому что, если что, придётся бегать. Пишу я в гардеробной своей, потому что здесь у меня огромное умное зеркало и хорошее освещение. Я выбрала для себя место, где я буду писать. Несмотря на то, что на улице день, через несколько часов уже стемнеет. И освещение поменяется. Поэтому я и вам советую сразу же, допустим, если понимаете, что вы не успеете, что скоро стемнеет, сразу же переходить на искусственное освещение, чтобы вы потом не мучились, не терялись, не знали, что писать. Второй момент. Я вам советую найти аналогию, подсказку, на что опираться. Маленькая зацепка, она всегда должна быть. Я всегда за то, чтобы копировали, чтобы учились у старых мастеров, потому что за вас уже всё решено. За вас уже решена композиция, за вас уже решено свет, тень и так далее, положены все рефлексы. Вам только нужно это положить и это заметить, и это запомнить. В автопортретах точно так же. Если вы пишете женский автопортрет, то у Серебряковой огромное количество портретов с разным освещением. Создайте, или сначала, может, выберите какую-то задачу, портрет, создайте себе такое освещение, как и у неё. И подсматривайте, потому что там вы поймёте, какая там тенечка, где тут всякие подчёрки, что, как, почему. Вам будет намного легче. Даже можете идеи рефлексов подсмотреть. И вам своё изображение, то, что вы видите, нужно перевести на язык этого художника. Нужно сработать, как будто вы онлайн, такой какой-то редактор. Вам в голове нужно это всё решить. Этому тоже нужно учиться, переводить на язык живописи свою живопись. Вот, то, что вы хотите написать. Итак, я сейчас повернусь. Я буду смотреть в эту сторону, тут у меня зеркало. Справа от меня освещение, главный свет. Вот, примерный ракурс я уже нашла. Буду ему следовать. Я пыталась сфотографировать, как я сижу, как я выгляжу, но у меня ничего не получилось, потому что фотография, она не видит то, что я вижу с натуры. Я примерно сфотографировала вам, что я вижу, но это, конечно, не совсем то. Это не совсем то. И, ну, собственно, это не важно. Это не важно. Главное то, что я буду проговаривать, из чего я начинаю. Может быть, это будет не совсем верно, но я так чувствую. Вот. Начнем. Поглядываю на себя. Я работаю сидя, мне так удобнее. Потому что стоя мне здесь даже и работать будет тяжело. Если бы я была в мастерской, там бы у меня были созданы условия. Ну, как-нибудь через некоторое время, конечно, там зеркало появится. Правильное зеркало в правильном месте. Так что будет легче. А пока и сидя тоже неплохо. Так. Смотрю на себя, смотрю на холст. Буду работать на простом разбавителе. Выгляжу я максимально естественно. Никаких стрелочек, никаких ярких губ. Даже сережек нет. Простые распущенные волосы. Белая рубашечка. Ну, потихоньку начинаем. Я беру разбавитель. Белила. Палитра у меня немножко грязноватая. Так что придется немножко избавиться от цветика. Сейчас запачкаю все себе комнату. Буду отнимать потом. Так. Белила. Английская красная и охра. Такой разбел-разбел. Средняя кисточка. Рядышком замес больше уходящего охру. Этот получился в английскую. Рядом замес уходящий в охру. Я, конечно, пыталась камеру настроить так, чтобы и холст был виден, и палитра, но у меня не получилось. Так что, извините, я буду просто проговаривать, какие цвета я замешиваю. Так, что-то такое белесо-хряное у меня есть. Я буду набирать пятно, пятно своего лица. Где-нибудь, пока практически посередине. Вообще, такое просто пятнышко наштрихую. Так. Аккуратненько-аккуратненько. Сейчас. Если ошиблись немножко, поняли, что лицо увеличили или еще что-то, это не страшно. Масляная живопись, масляная краска, она и... Так, наверное, съехала я сейчас. Больше к серединке. Она и прекрасна тем, что вы можете все исправлять. Вот вышли немножко за край, взяли кисточку с фоновым цветом. Какой у вас фоновой цвет от ели, от лица. И все. И пишите дальше. Так. Вот такое примерное пятнышко моего лица, телесного цвета. Так, все время теряюсь на ракурс. Шея немножко виднеется из-под рубашки. Шея. Ухо. Может, я потом его прикрою волосами, но пока, пускай оно будет открытое, оно мне помогает ориентироваться. Под челочкой тоже я пока... Ну, наберу лицо, хоть у меня там она практически вся челка прикроет мой лоб. Вот такое вот примерное пятнышко появилось. Второе крупное пятно на моем лице, на мне, в моем портрете, это, конечно же, волосы. Темные. Темные волосы. Так. Это коричневый. Марс коричневый, темный, прозрачный. Краплак розовый, прочный. Даже голубую замешивать пока не буду. Вот этой теплой темнотой я наберу пятно своих волос. Или даже нет-нет. Сейчас, нет. Лучше примерные-примерные черты лица. Та же самая краска, коричневый плюс розовый, только чуть-чуть разбелить. Чуть-чуть разбелить. И давайте немножко, чуть-чуть определимся с пропорциями. Так, вот подбородок мой. Пока такой просто. Вот линия. Линия идет к уху. Примерная линия челюсти. Пускай она будет такой широкой. Не надо пытаться уже все вырисовывать окончательно. Работаем толстыми линиями, огромными пятнами. Линейный рисунок такой сложный. Он приходит вообще в самом конце. Вот пятнышко это теневая моя под, ну, в ухе. Тогда вот здесь у меня волосы. Вот они идут. Тут я точно знаю, что у меня челка. К уху у нас всегда прикреплен носик. В любом портрете. На уровне мочки у нас ухо. Ой, на уровне мочки у нас нос. Перепутала все. И набираю я его не носиком, не линейным рисунком, а пятнышком. Пятнышком тени под носом. Вот что-то такое вот. Так, потом... Слишком коричневый, наверное, ну ничего. Потом... Пятно губ у меня. Пятно губ. Тоже пару... Пару черточек. Пару черточек. Пятно губ. Глаза. Где-то... Где-то здесь... Мои вот эти ямочки глаз. Глазные впадины. Теневые. Где-то они у меня тут. Не надо пытаться с первого раза положить это все идеально. Ошиблись. Ничего страшного. Работа, написание картины, это бесконечный поиск. Это бесконечная борьба. Борьба с правильным рисунком. С правильным или неправильным. Наберу пятнышко волос. Вот моя челка длинная. Самое главное в портрете не съесть голову. Что под волосами, под кожей у нас череп. И не надо его съедать. Что часто так бывает, что... Я не знаю, получится ли у меня не съесть его. Но я сама знаю, много раз слышала о том, что... Видела, что очень часто съедается голова, съедается череп. Такой какой-то неправильный становится. Как будто половину головы и нет. Вот. Надеюсь, я этого не допущу. А если допущу, то я и потом исправлю. Сейчас пока сложно о чем-то судить. Тем более, еще раз повторяюсь. Повторяюсь, я пишу подобным образом первый раз. Куда-то туда мои волосы уходят. Куда-то туда мои волосы уходят. Так, ладно. Пятно волос как бы есть. Самое главное, это нужно набрать тень. В цвет тела, который мы набирали. Добавляем тень. Я возьму это коричневый, Марс коричневый. И разбиваю лицо на свет и тень. Разбиваю лицо на свет и тень. И смотрю на то, что новички любят разворачивать лицо. Для них сложно понять, что бывает, допустим, что ученики начинают делить лицо пополам. Вот, допустим, да, лицо. Вот здесь оно пополам. Потому что посередине нашего лица нос. Ученик всегда начинает сдвигать нос к центру. Он начинает разворачивать лицо. Это самая главная проблема. И у меня тоже самое. Поэтому смотрите, чтобы вы не разворачивали лицо. Не в своем портрете с натуры, не вообще в другом любом портрете. Поэтому левая часть лица у меня в теневой находится. Я эту теневую набираю. Вот здесь она где-то заканчивается. Над галочкой, над губой. Под губами есть теневая. На подбородок идет тененка. И уходит она к уху. Уходит к уху. И шея у меня точно так же тенет. Светлый участок у меня вот здесь у шеи. Шея совсем чуть-чуть у меня видно. Итак. Еще вот это я уже набрала. Из-за того, что у меня длинная челка, она мне на глаза дает тень. Особенно в таком освещении. Вот на глазах у меня тень. Смотрю соотношение. Здесь столько, здесь столько. Здесь столько, здесь столько. Чуть ли тоже не пальцем, смотрите. Иначе рисунок съедет. По-моему, я переборщила. Так. Я себя слишком перевернула. Ай-яй-яй. Придется переворачивать лицо. Или нет? Нет, не хочу, не хочу. Мне этот ракурс больше нравится. И для меня проще не буду. Передумала. Так. Вот такие вот пятна. И тут у меня. тень у губы. У меня там бугорочек. И поэтому под этим бугорочком тень. Скулы намечу. Так. Снова намечу. Снова пятно глаза. Снова пятно глаза. Какая-никакая тут у меня в робочке виднеется. Так. Какая-то. Продолжение следует... Свет. 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 Световой участок. Все-таки это красиво, от этого никуда не уйти. Свет. 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 Главное сейчас быстренько набрать рисунок. Все, что мне нужно, а дальше будет легче этого придерживаться. Уже когда рисунок есть, и за эти края ты не заходишь. Так что набрать основной рисунок, вот этот ракурс сохранить, это, наверное, самое сложное. Потому что хочешь не хочешь, голова поворачивается. Сидеть немножко сложновато. Слишком высокая, слишком длинный нос. У меня такого длинного носика нет. Сидеть. 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 Разбертих . Продолжение следует... 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 Чуть-чуть мочка видна. Так, немножко продвинусь дальше, рубашечку наберу, чтоб не сидеть на лице только. Так. Вот этот воротничок миленький. Так. 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 Такие пятнышки. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так вот Субтитры сделал DimaTorzok И складок Потом все ДимаTorzok Возьму большую кисть Небольшую кистью Добуду волосы ДимаTorzok Здесь вот такой вот прием за счет волос Можно подчеркнуть Линию лица ДимаTorzok Вот здесь излишне Но там у меня будет фон Ну я так для себя Занималась теневыми И теперь наштрихую Все световое Вот допустим У меня под носом И над губой У меня есть там светленькое Светленький участок Я его Добываю Это белила Это белила плюс охра Может чуть-чуть Немножко желтого Потому что свет желтит Тут у меня уже есть На носике Есть Площадка она светлая Может не такая светлая Потому что я потом убавлю этот свет Вот здесь вот Чуть-чуть светика тут И такой полусветик Вот здесь Это переход Вот Бровь же так идет Вот Она у нас поднимается Самое главное Мне в моем В моем носе Обозначить Горбинку У меня не просто линия Она у меня ломается За счет моей горбинки Я очень часто смотрю Что от От этого бугорка Девушки избавляются И не понимаю почему Так Вот эта площадка Штрихую ее В том же направлении Как она и спускается К щеке Лицо у нас Цилиндр Поэтому Штрихуется Он По Кругу Эти линии Они идут Наверх К носику Эти линии Так, снова этот нос. Мысль, которую я не проговорила, почему мы рисуем, почему мы должны рисовать автопортреты, это не из-за того, что мы так сильно себя любим, мы должны рисовать себя любимого. Совершенно нет. Для тех, кто любит портрет, хочет освоиться в портрете, для того идея личных автопортретов через зеркало, она просто идеальная. Если у вас есть, конечно, человек, который вам готов целыми днями позировать по несколько часов в день и постоянно, я за вас рада, что у вас есть такой человек и что у него красивое, даже самое главное не красивое лицо, а живописное лицо, что его писать хочется, тогда я за вас рада, вообще суперотлично. пишите этого человека, тренируйтесь на нём. Но часто так выходит, что нарисовать-то некого, или человек соглашается, что типа да, да, давай рисовать, нарисуй меня, а сам не выдерживает. Потому что сидеть позировать это тяжело, человек не выдерживает. Всё, мы остались без натурщицы, натурщика. Я хочу очень сильно нарисовать с натуры Игоря, но об этом пока и речи не идёт, потому что он вообще не способен высидеть, вот. Ребёнок мой ещё маленький, а даже когда подрастёт, ей это тоже будет очень скучно. Кого мне рисовать? Подружки все мои далеко, подружек толком нет. Кто бы мог позировать, тем тоже, допустим, некогда. Ну, кого рисовать? Приходится тренироваться на себе. Так что идея автопортрета для нас, для нас художников, художников, которые любят портрет, хотят освоить портрет, идея автопортретов, она отличная. Пальчиком всегда в себе помогайте. Пальчиком всегда в себе. Сложный у меня нос, конечно. Сама сижу, мучаюсь, практически мучаюсь, на самом деле это огромное удовольствие и вы, если начнете писать свой автопортрет, вы сами поймете, как это классно. Так что забудьте, что я сказала, что это тяжело, это совсем не тяжело, это одно удовольствие. Так. 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 Продолжение следует... Просто пятна, просто настроение, потому что всю картину нужно писать. И поэтому, чтобы она мне немножко уже лицо так поддерживала, я добавила фон. А потом я его, конечно, уточню там немножечко, порисовываю. Сейчас пока главное лицо. Так, взяла кисть, есть светлый, теперь у меня есть для темных кисточка. Пора продолжать работать с лицом. Так, снова сажусь удобно. Верхняя губа и часть нижней до вот этого вот момента, они находятся в теневой. Верхняя губа и часть нижней. Сажелая губа и часть нижней. Продолжение следует... Так... Немножко к глазам перейду... Глаза практически не тронуты. В эту темноту, которую я набирала, теневую, возьму умбру. Нет. Ладно, с этим поторопилась. Тот же самый замес, теневой. Покажу, что здесь есть бровочка. И здесь она есть, что она чуть-чуть у меня проглядывается из-под челки. Теневая глаза. Здесь она. Конечно же, нижние века обозначиваем. Сразу же здесь обозначиваем. Ой, где вы влезли? Здесь обозначиваем. Можно взять цвет потемнее и к умбру добавить и уже верхнюю темную линию попытаться положить. Допустим, примерно так пока. Глаза у меня маленькие, поэтому... Здесь я даже их увеличила. Поэтому смотрите. И вы старайтесь сохранить естественность глаз и естественность губ. Не сделать слишком маленькие губы, не сделать слишком большие. Не надо уходить в уменьшение. Если вы себя приукрасите, то ничего в этом ужасного не будет. Пока вот такой вот. Все это пробные линии. Это все черновик еще пока. Стараться, конечно, максимально близко сработать. Ну, не переживать, если немножко не то или не получилось. Ну, чуть-чуть не получается. Глаз устал. Спина заболела, ноги болят. Идите попейте чай. Через какое-то время вы вернетесь. Все, у вас уже будет совсем другое настроение, другое видение. Вы увидите все свои ошибки. Так, ладно, глаза. И не надо все рисовать там до последнего бугорочка, родинки, какого-то там прыщика покраснения. Не надо. Обобщайте. Все обобщайте. Смотрите на себя в зеркало и щурьтесь. Это самое главное правило в живописи. Так. 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 Продолжение следует... 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 Снова взбиваю лепестки. Даже когда обогащается, становится лучше, потому что я чувствую, что с ними что-то не так, что-то не то. Исправить я пока это не могу, ну или пока еще не исправила, вот поэтому я... Двигаюсь аккуратно. И сейчас я буду добавлять свое самое любимое, самое-самое любимое в портрете. Все это рефлексы, помимо вот подобных, такие рефлексы цветовые. Сейчас зайдет голубый и зеленый в портрет, и вы увидите, как он сразу же обогатится. Это будет совершенно другое тело, другое лицо. Так, если не ошибаюсь, у меня на палитре здесь цирулиум. Я вмешиваю его чуть-чуть. Вот он цирулиум у меня. Это вот голубая красочка, вот эта вот. Этот секрет я узнала от Ивана Славинского, когда я была у него на мастер-классе. По-моему, два раза я у него была. Или один раз. Не помню. По-моему, два. Он сказал, что в цвет тела добавляешь цирулиум, и тело начинает так красиво зеленить, холодить, что это, ну, очень классный рефлекс на теле. И я купила эту красочку. Так и есть. Это очень симпатичный рефлекс. Я его практически и использую. Вот. Вот. Продолжение следует... Под глазом, зелень у меня, темные круги под глазами. В шее его много. Продолжение следует... Под глазом, зелень у меня. 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 И свет белка, он тоже не может быть таким же светлым, как и на световой части лица. Усилю теневую. Усилю теневую. Усилю теневую. Ресницы не растут с самого начала глазика. Они ближе к середине. Вот здесь он может быть светлым. Хотя нет, это же тоже теневая. Из-за того, что челка падает, свет загораживает. Он не может быть таким светлым. Здесь тем более, но и здесь тоже. Так, зрачочки, то есть блик на глазике не прям белый. С какой-то грязнинкой. И он не просто точечка, как обычно рисуют. Это такой квадратичек, прямоугольничек. Тут его нет, я не вижу. Здесь чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть вижу. У меня будет где-то. Таким смещением, что ли. Вот тоже здесь можно вот такую светлинку добавить. Вот так, на этом белке. Так, ну и линия. И здесь надо исправить. Может, даже вот так вот. Потому что реснички есть. Только аккуратно. Такое легкое-легкое подобие стрелочки. Главное, чтобы это выглядело естественно. Такое, вот так вот. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Ну, естественно, портрет это дело не на один сеанс. У меня нет сегодня задачи прям дописать до конца и показать суперидеальный вариант. Такого нет, такого нет, я просто делюсь с вами своими мыслями. И если вы решитесь тоже в ближайшее время на такой пейзажик, на подобный портрет, то вам уже будет проще. Вы уже будете кое-что об этом знать. Субтитры сделал DimaTorzok Почему волосы пишем большой кисточкой плоской такой, можно еще больше было взять. Я рассказывала, так что вспоминайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, я немножко подписала. Сейчас добавляю вот эту дорожку света на волосах. Может быть, вот так и оставлю. Картина, естественно, не дописана. Портрет занимает, тем более автопортрет, много времени. И проблема всех портретов, автопортретов именно, о том, что бывает часто, что на тебя смотрит чужой человек. Почему это происходит? Потому что мы себя знаем, мы себя постоянно видим, и мы знаем каждую точечку, каждый благородчик на своем лице. И так часто бывает, когда приходят на мастер-класс, пишут чей-то портрет. И так часто бывает, что человек смотрит на портрет, и он не узнает этого человека. Вроде бы и он, и с другой же стороны и нет. Почему так происходит? Потому что мы себя и своих близких знаем со всех сторон, каждой их родинки, точечки на лице, бугорочки, морщинки и так далее. А фотография ловит только один ракурс, один момент, одно настроение. А в автопортрете мы ловим тоже один ракурс, практически одно и то же настроение. Только фотография делается за секунду, а то и меньше, а портрет пишется несколько часов. Ну, например, в один день. Так много, конечно, пишется. Вот, поэтому насчет этого я ни капельки не переживаю. Понятно? Этот портрет больше похож на меня, чем на каких-то других девочек. Вот, но мне еще нужно будет искать рисунок, мне еще нужно будет дополнять-дополнять все моменты, которые в первом сеансе очень сложно положить. Я их положу в последующих сеансах. Тем более, это мой первый опыт. Вообще, подобные живописи. Вообще, столкнулась с таким, что это такое. С каждым последующим разом мне будет все легче и легче. Так что, в общем-то, идея подобного первого сеанса, первого видео урока, первого видео сложилась. Я еще, наверное, чуть попишу. Ну и потом уберу ее, пускай она досыхает. Вот, сяду через несколько дней за нее снова. В той же одежде, с той же прической, с таким же макияжем, с тем же освещением. Вот, продолжу работу. Продолжение следует...